Семинар для кадрового резерва в области прошел в Могилевском Державном Университете имя Аркадия Куляшова. Сирот актуальных тем, проблемы геополитики, коммуникационной политики державных органов и организаций. Система идеологичной работы в современных условиях. Подробности в следующем сюжете. Работа идеологичного сектора – не одно актуальное вопрос, которое рассмотрели на семинаре. Жахары Могилевшины протягивают активно обмеркивать послания президента Беларуси, народу и парламенту. Один из тезисового выступления – мы, семья, шесть регионов и столица. Не выпадково у Беларуси робит сталку на региональную политику. Мы должны четко понимать, что если в том или ином регионе нет, к примеру, нормальных предприятий, нет работы, то, естественно, молодежь, трудовые ресурсы будут перемещаться в другие регионы, стремиться в столицу или выезжать за пределы Республики Беларусь. Тем самым, естественно, это будет вести к социальной напряженности, к различным негативным политическим, экономическим процессам. В непростых умовах под могутным санкционным тиском коллективного захода нашей краине удалось не просто выстоять, а развиваться далей. И как бы захавать усе, что мы створали десяти годями, беларускому громадству необходимо консолидоваться, как никогда. У этом и помогают работники идеологической вертикали. Та системная работа, которая выстроена в Республике в области по информированию, по, скажем так, доведению всего нового до идеологической вертикали, она очень полезна, поскольку это возможность пообщаться, это возможность в наш айтишный век узнать что-то новое, узнать то, все свежее, на основании которого в конечном итоге повысится эффективность работы в целом каждого резервиста, каждого человека, который занимается идеологической работой. Подобная сустреча у Могилевской в области ладить регулярно. Не только с идеологичными работниками и кадровым резервом, а так само у прационных и научальных коллективах. Кабданести актуальный парадок дня до кожного громадянина нашей краины. Не без различия должно быть сегодня. То, что озвучил глава государства, обратил наше внимание на безопасность нашей страны. Мы будем это тоже дальше освещать и разговаривать с нашим населением.